Пошло. Окей, мамочка, расскажи, пожалуйста, про свою семью, про своих родителей, про своих дедушек, бабушек. Расскажи про них, кто где родился, кто где жил, кто кем работал, всякие смешные истории про них. Давай. Смешные не смогу. Так, ну я, к сожалению, как и все советские люди, очень мало знаю историю моей семьи. Я очень поздний ребенок. Мои родители родились в 90-х годах 19 века. Моя мать, Фаина Ральбе, была старшей из четырех дочерей. Ее отец, мой дед, был школьным учителем. А мама, моя бабушка, воспитывала, очень молодой вышла замуж, и родила сначала мою мать, и потом еще, еще. У нее было четверо детей, и она была такая типичная домашняя хозяйка, которая занималась всякими домашними делами. Жили они до начала Первой мировой войны в Брест-Литовске. Это не очень как-то акцентируется в истории нашего государства, но когда началась война с Германией, большая часть евреев, которая жила на территориях, прилегающих к западной границе России, была эвакуирована, так или иначе, переселена вглубь страны. И в том числе семья моей матери. Тогда они все были вместе. Мать, моя бабушка, отец мой дедушка и их четыре дочери. Как их всех звали, скажи? Моя мать, ну я уже знаю по свидетельству о смерти, написана Анна Борисовна Райга. Бабушка. Моя бабушка, да. А отец – Самсон Райга. И моя мать, старшая дочь Фаина. Затем следующая дочь Лена. Затем Олька и Тамара. Так получилось, что моя мать, ее ровесники вошли в возраст, брачный возраст, возраст получения, обретения семьи. Тогда, когда началась Первая мировая война. Она длилась четыре года. Это постоянные переезды по стране. Потом Гражданская война. И вот моя мать и ее сестры смогли учиться только уже где-то, ну так же, как их примерно ровесники. Начиная с 22-го, с 23-го года, уже 20-го века, то есть уже в возрасте близком 30-ти лет. Моя мать окончила педиатрическое отделение Пермского университета и медицинского факультета Пермского университета. И всю жизнь работала детским врачом. Разным образом и вела поликлинический прием, и очень много работала в больницах разных отделениях детских больниц. И работала до глубокой старости. Уже в очень зрелом возрасте она приобрела квалификацию врача-ревматолога. Ну и вела главным образом ревматических больных. Вторая дочь из этой семьи, Лена, была архитектором. Ну так получилось, что вот тоже из-за всех этих неустройств бытового, постоянных переездов, даже и после окончания гражданской войны, когда семья моей матери жили и в Екатеринбурге, и в Перми, и потом переехали, уже переименованный тогда Ленинград. Из-за постоянных переездов она не закончила архитектурное отделение строительного факультета, но всю жизнь была архитектором, действующим, очень продуктивным и очень ценимым коллегами. А где она училась? Я даже не знаю, или в Москве, или в Ленинграде. Не закончила. Вот, у неё осталось очень много друзей, её коллег-архитекторов со времён учёбы, и они поддерживали профессиональные, дружеские отношения десятилетиями. Третья дочь из этой семьи, Ольга, была довольно больным человеком, и практически почти всю жизнь была инвалидом. А самая младшая дочь, Тамара, закончила отделение иностранных языков тогдашнего университета в Петрограде, и много-много лет работала очень квалифицированным переводчиком. Ещё со времён учёбы в гимназии она знала французский язык, затем её специализацией был немецкий язык, и потом английский, она до глубокой старости работала переводчиком. Последние годы работали, последнее десятилетие, прямо так скажем, работала в одном из ленинградских закрытых таких инженерно-конструкторских заведений, и там занималась техническими переводами. Ну вот это коротенько то, что касается семьи моей матери. Мой отец, Илья Борисович Кибель, был тоже из семьи, где было четверо детей, но там было четверо мальчиков. Дед, отец отца, Борис Моисеевич Кибель, Он 1864 года рождения, и он был, как многие еврейские юноши, кантонистом, забран на 20 лет в российскую армию. Но это уже были времена не Николая, а более демократичные времена царя Александра III. И он был забран не в младенческом возрасте, ему позволили сохранить веру в российской армии. И он работал по интендантской части и был очень квалифицированным бухгалтером. И через 20 лет службы в армии, как раз к началу русско-японской войны, он был, ну окончился 20-летний срок его службы, он тамбилизовался. И он служил в городах Сибири, в Омске, Иркутске, Новосибирске. И мой отец и его братья, старший брат Григорий, второй брат Марк, третий мой отец Илья и младший Моисей, они никогда не жили в том, что называется еврейское местечко. И практически все совершенно не знали Идыша. Они получали, ну поскольку их отец служил в российской армии, в общем был неплохо обеспечен, они учились в начальных классах где как, а потом кончали либо гимназии, либо реальные училища, и переезжали вместе с своим просто отцом из одного города в другой. Старший из... Мамочка, извините, я тебя привел. А может такое быть? Борис Моис... Ты помнишь, что он действительно служил в армии? Я тоже, как я могу помнить, что он служил в армии. Это было до 904 года, он вышел из армии. Могло такое быть, что его отец служил в армии, а не он сам? Нет. Дед... Мой дед... Борис Моисеевич. Борис Моисеевич, да. Был кантонистом и служил в российской армии. Дело в том, что... Он 64-го года рождения. В 84-м году ему, значит, было 20 лет, но его забрали в армию раньше. Но он уже... Он получил неплохое образование и специализацию вот этого бухгалтера или что-то такое. Дело в том, что я читал, что после смерти Николая перестали забирать на 25 лет. На 20? И срок службы очень сильный. То есть, ну, там могли остаться как бы на сверхсрочную службу. Ну, в общем, он служил 20 лет. К началу русско-японской войны он вышел в гражданскую службу. Окей. Да, ты начала про Григория рассказывать, извини. Да. Так вот, старший брат Григорий поступил в Иркутский университет и получил специальность инженера-строителя железных дорог. Ну, и вообще тогда... Ты не помнишь, в Иркутске или в Томске? Может быть, в Томске? Ну, я помню, в Иркутске. В Иркутске? В Иркутске. Сейчас скажу, в Иркутске. Вот. Вот. И получил специальный инженера... Как раз он кончал во время гражданской войны. Вот. И вообще гражданская война это было очень тяжелое время. Ну, вот мой отец и его братья рассказывали, что, ну, вот в доме было... Ну, младший брат Моисея был довольно маленьким еще даже к началу гражданской войны. А вот эти старшие были вполне такие зрелые мужчины. Вот. Юноши. И они прятались, потому что приходила в город белая армия. Вот эти белые... Ну, вот белые... И чехи, и белые, они садились на поезда и уезжали в Сибирь. И вот приходила в армию белая в дом. У них, конечно, нехватка продовольствия, нехватка людей. Они заходили в дома. И там, где они просто находили людей, ну, более-менее здоровых призывного возраста, они их забирали с собой. Согласны, не согласны, все равно. И потом, когда они уходили белые и приходили красные, было то же самое. Я уже не помню, кто из сестер моей матери мне рассказывал, что вот они жили в Перми, как раз, когда там менялась власть. И, в общем, это происходило так, что когда наступала красная армия, белые садились на поезда, на эшелоны и уезжали дальше на восток. И через некоторое время, значит, с запада по железной же дороге приезжали части красной армии. И вот они жили тогда в Перми, никаких боев они не видели и не слышали. Один выстрел пушки. Они слышали, когда белые ушли, а потом красные вошли в город. Но это счастливый случай. Я точно не знаю, где работал старший брат моего отца Григорий после революции. Он занимался все равно в Сибири западной, в ее восточной российской части. Железными дорогами. И когда уже в советское время началось строительство КВДЖ, то его и большую группу специалистов, вообще-то, да, специалистов с высшим образованием строителей железных дорог было немного, их направили на строительство этой же дороги железной. И они там, он с женой там прожили очень много лет. Строительство этой железной дороги закончилось где-то в 37-м году. И большая группа российских строителей, которая там была, организовывала это строительство, вернулась в Россию. Как говорили мои родители, их с очень большой компой встретили, а потом, поскольку они все, ну вот, с начала революции до 36-го, 37-го года, когда они там возвращались в Россию почти 20 лет, много лет служили в этом Китае на КВДЖ, их всех посчитали иностранными шпионами, и всех быстренько арестовали. В том числе, вот этого Григория Борисовича, старшего брата моего отца. Вот, и все члены семьи, в том числе я, 19 лет, с 37-го по 56-й год, мы все были члены семьи врага народа. И я тоже была член семьи, изменника Родины. Ну, когда я была маленькая, мне было 4 года, когда это произошло, я не понимала, а потом, когда поднимала, пошла в школу и узнала, что это все, хотя в семье старались об этом тоже как минимум везде говорить, я сама удивлялась, что ведь все знают, и как-то люди ко мне нормально относятся. А все знают, что я член семьи, изменника Родины. Ну, он был, Григорий, осужден на 10 лет. Потом уже мы получили сообщение, что в 43-м году он там в лагеря погиб. Ну, и как практически все, все эти осужденные, был реабилитирован в 56-м году. Я уже тогда была довольно взрослым человеком, вот, и я просто помню, какое это было счастье для его тогда узнавшей, что она вдова, как она мучилась. Это Фрида Григорьевна, моего вдова, когда она жила одна, без всяких прав, без жилья, без всего, когда она перестала, наконец-то, быть женой изменника Родины и могла жить, как все советские люди. Ну, она, да нет, она еще лет 15 прожила в одиночестве, ну, сколько могла, работала, она, ну, окончила жизнь одиноким человеком. Второй, ну, как сказать, сын из этой семьи, Марк Григорьевич, простите, Марк Борисович Кибель, он закончил лечебный факультет Пермского мединститута, Пермского тогда университета, был медицинский факультет, он учился там с моей матерью одновременно, и там они, собственно, и познакомились. Закончили они в Перми, вот, мать работала, в один год они закончили, мама и мать работала врачом-педиатром, ее направили в распоряжение Уральской железной дороги, и она много раз потом вспоминала, как она ездила по этим будкам обходчиков, будкам путевых смотрителей, осматривала там детей, сколько там было больных, как она воевала за то, чтобы в комнатах прорубали форточки, потому что эти избы, и тем более эти малюсенькие домишки этих путевых рабочих, они были в ужасном, конечно, состоянии. Ну, она все-таки, проработав вот таким участковым педиатром на железной дороге, добилась затем перевода в, ну, туда уже, в Свердловск, в железнодорожную больницу, тоже ведомственную, детскую железнодорожную больницу. И, ну, очевидно, тогда вот этот ее знакомый Марк познакомил ее со своим младшим братом Ильей, и они как-то очень быстро так сошлись и поженились. Вот. Мой отец Илья Борисович и моя мать. Он окончил, Илья Борисович, омский медицинский факультет как врач-педиатр, но, как говорила моя мать, он педиатром практически не работал. Он сразу стал, специализировался как детский хирург. Ну, вообще, насколько я понимаю, у этих детских хирургов работы более чем достаточно. Во-первых, эти все младенцы рождаются со всякими грыжами, которые надо вправлять, исправлять и так далее. Но это еще ничего. А затем, как только эти младенцы начинают даже не то, что ползать, а переворачиваться с живота на спинку и со спинки на живот, это бесконечное количество этих детских травм. И поэтому работы у моего отца в этом качестве было очень много. Кроме того, что вот он работал детским хирургом, он очень часто ездил, к сожалению, на различные, на большие инфекции. Например, мать моя, уже это был 33-й год, это уже давно прошла революция, гражданская война, и, казалось бы, все дела, особенно уже так стабилизировалась обстановка в стране, как-то рассказывала, что вот я родилась на неделю позже, чем нужно, чем полагалось бы по срокам, потому что как раз мой отец на несколько месяцев уехал вот в это самое на борьбу с инфекцией, я уж не знаю, какой. Вот. И, конечно, она страшно волновалась, потому что, ну, как и весь обслуживающий персонал этого инфекционного отделения при карантине, они круглые сутки находятся вместе с этими острозаразными больными, вместе с ними едят, у них выносят горшки, тут же спят, и надо отдать должное моему отцу, он несколько раз бывал вот в таких ситуациях, когда он лечил острозаразных больных, он ни разу не заразился, и я считаю это потому, что он с молодости каждый день из-под умывальника мылся холодной водой. Вообще, вот этот мой дед, который 20 лет отслужил в российской армии, он воспитывал мальчиков по-мужски. Вот, они все были физически крепкими, и такими закаленными мальчиками. Вот. Ну, и вот примерно тогда, когда я родилась... Это тебе дедушка рассказал? Что? Что их так воспитывали. Я видела, какие они... Ну, как, Григория Борисович, это ты не видел? Ну, я его видела несколько дней маленьким ребенком. Вот. Нет, они все были относительно здоровья. А Моисей Борисович был болен. Моисей Борисович был болен. Ну, мне, правда, говорили, что это был... Он был болен. Вот. Ну, в общем, не суть важна. Окей. Ладно. Вот. И примерно вот тогда, когда я родилась, мой отец специализ... Прошел специализацию и стал врачом-рентгенологом. И проработал в качестве этого врача-рентгенолога много-много лет. Он так получилось был участником аж трех войн. В гражданскую войну он был фельдшером. В финскую войну зима 1939-1940 года он служил в госпитале, который был организован в Средловске по приему раненых. А когда началась эта война с Германией 22 июня, где-то 11 или 12 июля мы его проводили на войну, так сказать. И демобилизовался он уже только в конце октября 1946 года, через полтора примерно года после окончания войны с Германией. И кстати, он служил в качестве госпитального рентгенолога. Сначала в одном из госпиталей на Урале около Средловска есть такой курорт Курьи. На месте этого курорта я вот сейчас уже задним числом отдаю должное эвакослужбе российской армии. довольно быстро был организован госпиталь для одолечивания раненых. И вот мой отец поехал рентгенологом туда в этот госпиталь. Он там находился до не помню конца 43-го или 44-го года. И когда в 44-м году в общем-то началось массовое освобождение занятых немцами территорий, то тоже для лечения раненых в этой наступающей армии организовывались госпитали по мере продвижения нашей армии на запад. И вот на базе в частности этого госпиталя, где был служил отец, был организован переезд большой группы медиков сначала в Смоленск. Они